Добрый вечер. Сегодня мы показываем скандально знаменитую картину Лилианы Кавани «Ночной портье». У нас в гостях исполнительница главной роли, актриса Шарлотта Рэмплинг. Здравствуйте, Шарлотта. Здравствуйте. «Ночной портье» – это фильм, в котором вы сыграли в самом начале своей актерской карьеры. Вы тогда были очень молоды. Я знаю вообще две истории о начале вашей карьеры. Одна – это история о сотрудничестве с Висконте на съемках фильма «Гибель богов». И история о том, как вы получили роль в «Ночном портье». Давайте начнем с Висконте. Каким образом вы попали в эту картину? Почему он выбрал именно вас? Он выбрал меня практически против моего желания. Как раз в тот момент я была в Италии и снималась в фильме «Джан Франко Мингоци». Висконте попросил меня о встрече. Он дал мне сценарий. Сценарий был очень большой и дурно переведенный. И я не совсем понимала, какую роль мне предлагают, потому что роль 30-летней женщины с детьми не совсем мне подходила. Ведь тогда мне было всего 22. И я даже не совсем понимала эту героиню. И когда мы встретились, я сразу его спросила, «Как я могу играть эту женщину?» Ведь она гораздо старше меня, у нее есть дети, а она совершенно из другого мира. А он ответил, «Я просто вижу эту женщину в твоих глазах». И для меня это стало отличным стимулом. Удивительно, что режиссер увидел в тебе что-то важное, совершенно ничего о тебе не зная. Он решил, что я смогу сыграть эту роль. И для меня эта работа стала настоящим откровением. Я увидела, каким может быть мир кино. Герберт, дорогой, быстрее, быстрее! Быстрее! Позаботься о детях. Иди, любимый Герберт! Нет, не сюда! Вот сюда! В каком-то смысле фильм «Гибель богов» близок к ночному портье. Это тот же исторический период. Да, тот же период, да. И это фильмы, которые пытались как-то понять и истолковать психологию фашизма. Да, точно. И я как раз родилась в конце Второй мировой войны. А потом вернулась к этому периоду уже как актриса. И мне пришлось представлять сразу несколько моментов того страшного времени. И для меня это было очень странно и очень тяжело. Потому что оказалось, что мы не знали, что на самом деле тогда происходило. Тогда никто не говорил об этой войне. Никто не пытался разобраться в этих событиях. Это не заботило меня. Это не заботило всех остальных. И когда я начала сниматься в фильме «Висконти», а потом в картине «Лилиан и Кавани», стали всплывать какие-то факты, которые меня совершенно потрясли. Я слышал, и мы даже с вами об этом говорили, что одна из самых знаменитых сцен в ночном портье, та, в которой вы танцуете, снималась чуть ли не самой первой. Да, верно. Ее снимали в первую неделю. По-моему, это был второй съемочный день. Мне дали песню, и я должна была ее разучить за два или три дня. И тогда я как раз подумала. Я вдруг поняла, что не нужно слишком много думать, нужно просто делать, и все. Наверное, это один из главных законов актерской профессии – не думать. Думать – это удел критиков, а актерам это совсем не нужно. Да, у меня никогда это не получалось – думать. Не знаю, как работают другие актеры. Многие используют метод Станиславского, постоянно что-то анализируют, ищут параллели. Существует множество способов играть, но я их не знаю. Я не могу так работать. Для меня это слишком тяжело. Более того, если я вдруг начинаю о чем-то слишком много думать, моя работа превращается в интеллектуальную игру, не имеющую ничего общего с жизнью. А мне всегда нравилась идея, что кино – это все-таки отражение реальности. И эта реальность рождается благодаря тому, что ты делаешь. И здесь нельзя фальшивить. Ты не должен играть, ты должен жить. И мне хочется верить, что именно проживание и составляет суть актерской работы. Расскажите о ваших отношениях с Дирком Богортом, вашим партнером в «Ночном портье». Я согласилась на роль в этом фильме только из-за него, из-за тех чувств, которые возникли, когда мы вместе снимались в «Гибели богов». Я ощущала в нем какую-то невероятную силу. Его взгляды были мне близки. Я чувствовала, что между нами есть связь. Такого я раньше не испытывала по отношению к другому человеку. И в каком-то смысле он стал моей музой, моим учителем. И мы навсегда остались друзьями. Он оказал очень сильное влияние на мою жизнь. Зачем ты приехала? Зачем ты приехала? Ты приехала, чтобы выдать меня, да? Да? Отвечай! Да? Зачем ты приехала? Зачем ты приехала? Зачем? 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 Зачем ты приехала? Я, кстати, не была знакома с режиссером Ковани. Это Богарт предложил меня на эту роль. И я согласилась только из-за него. И вряд ли бы я согласилась на такую роль, если бы так хорошо не знала своего партнера. В каком-то смысле это была история моих с Дирком отношений, история того, что между нами происходило, и только благодаря ему я сыграла эту роль. А если говорить о вашей карьере в целом, кого еще из партнеров вы бы хотели отметить? Ну, скажем, Пол Ньюман был отличным партнером. Рядом с ним я чувствовала вдохновение. Мы играли с ним в фильме «Вердикт». Также хотелось бы вспомнить Роберта Митчема. Я сейчас говорю о больших актерах, титанах американского кинематографа. Ну, и Вуди Аллен, конечно. Замечательный актер и режиссер, способный делать два дела сразу. Ничего не скрывайте. Вы замужем, живете с кем-нибудь. Я, может, и очаровательна, но жить со мной трудно. Трудно? Да. Да? Может, вы и правы. Можно пригласить вас на ужин? Вы свободны сегодня вечером, но вы не обязаны соглашаться только потому, что я режиссер этого фильма. Откуда такое внимание к актрисе, которая играет в эпизоде и произносит только одну реплику? Или все дело в том, что я тут сижу и читаю Шопенгауэр? А, вы что-нибудь там понимаете? Ни единого слова. Известно, что однажды Вуди Аллен сказал, что лучшими партнерами для него были бы Шарлотта Рэмплинг и Франц Капп. Да. И еще он очень любит сочетать несочетаемые. Например, он мечтал о человеке с моим телом и внешностью, но с мозгами Эйнштейна. Думая о таком научно-фантастическом слиянии, он делал так и говорил «совершенство». Вы сыграли множество ролей в больших крупных фильмах, которые стали вехами истории кино. Повлияло ли это как-то на выбор ролей? Или вы действуете так же, как в начале вашей карьеры, более спонтанно? Насколько изменилось ваше отношение к работе в результате? Ты становишься кем-то только потому, что сделал что-то значительное, как в случае с фильмом «Ночной портье», который спустя годы был признан классикой, а значит, и я стала частью классики, благодаря этому фильму и паре других. Но для меня моя карьера – это путь. И следуя по этому пути, я вдруг понимаю, «О, я снялась в двух, или трех, или четырех фильмах, которые до сих пор ценят и помнят зрители. Это же здорово». Вот и все. В любом случае, надо идти дальше, и ты продолжаешь идти дальше, до самого конца. Потому что если я остановлюсь, и вдруг заявлю, что я больше не хочу играть в кино, то это будет ложью. Я знаю, что не могу остановиться. А если остановлюсь, то просто умру. В переносном смысле, конечно. Мне по-прежнему хочется верить, что у меня еще все впереди. Меня ждут новые приключения. Возможно, я просто выдумываю для себя эти приключения, но для меня в этом есть особый смысл. Мне нужны эти новые приключения. И, возможно, когда я читаю сценарий, я думаю, что фильм не очень интересный, но я соглашаюсь на него просто потому, что я вижу в этой истории какую-то изюминку. И это станет моим следующим приключением. И, быть может, этот фильм тоже понравится зрителям, и его тоже будут вспоминать. А может, это будет полный провал. И не в твоей власти здесь на что-либо повлиять. Нужно просто идти вперед, и все. Такой подход ничего не меняет, но он придает смелости. Вы сыграли роль в фильме своего сына. Он назывался «Я, Анна» и был показан на Московском кинофестивале. Довольно пессимистичная история. Я бы даже сказал, депрессивная. Скажите, вы согласились сыграть эту роль по личным причинам? Потому что режиссером был ваш сын? Или вас действительно заинтересовала эта героиня? Я бы никогда не согласилась сниматься у своего сына, если бы не считалось, что сценарий превосходен, а роль великолепна. Я правда считаю, что эта роль просто восхитительна. Восхитительна. Для меня эта работа была своего рода испытанием. Эта женщина средних лет, ее красота угасла, на нее больше не смотрят мужчины, она больше не объект их желаний. И это очень любопытная тема. Такое происходит и со мной. То есть можно подумать, что я всегда у всех на виду, но бывают моменты, когда я остаюсь наедине с собой и думаю, боже мой, моя красота увядает, моя жизнь кончена, потому что никто уже не смотрит на меня с вожделением. Да, такое со мной случается. У меня тоже бывает хандра. А теперь хочу поговорить о фильме, который мне особенно нравится. Взгляд. Почему вы согласились на это? Потому что это был вызов. Мне предложили фильм обо мне, и я подумала, о, боже. Мне понадобилось время, чтобы все обдумать и согласиться. Долго искали режиссера, долго искали концепцию, потому что мне не хотелось, чтобы это был просто документальный фильм, в котором разные люди будут говорить обо мне хорошие слова. В итоге вместе с режиссером мы нашли нужную концепцию, но, признаюсь, это был не самый приятный для меня опыт. Но результатом вы довольны? Абсолютно довольны. Я выбрала другой путь. Я отказываюсь страдать. Страдать всю жизнь из-за одних и тех же вещей. Все, что я хочу, это быть независимой. Я хочу сама выбирать, как мне жить. Когда я была моложе, я не могла себе этого позволить. Но я не желаю оставаться той молодой особой, которая жила в полном хаосе и сомнениях. И тогда я сказала себе, либо ты что-то меняешь, либо твой мозг однажды просто взорвется. Найди способ жить без страданий. В фильме «Взгляд» есть эпизод, посвященный ночному портье. А как сегодня вы смотрите на эту картину? Изменилось ли ваше восприятие и отношение к ней? Да, изменилось. Оно стало более профессиональным, потому что я всегда очень сильно любила этот фильм. И вы, наверное, представляете, как тяжело было в нем сниматься. Мы вложили в эту картину свои сердца и души, тем более, что у нас практически не было средств на эти съемки. Это было самое начало моей карьеры. Но я понимала, что этот фильм будет вести меня по жизни, даже если его никто не увидит. Он будет как-то помогать мне в дальнейшем. Он станет критерием в выборе новых ролей. Так и получилось, кстати. И я всегда с теплотой вспоминала эту картину. Что бы они ни говорили, как бы ее ни ругали. Я понимала, что, возможно, в некоторых странах ее вообще никогда не покажут. Но потом люди начинали подходить ко мне, говорить, что они видели эту ленту и что она произвела на них очень сильное впечатление. И то, что я чувствовала в такие моменты, невозможно описать. Когда ты очень сильно веришь в то, что все отвергают, потом принимают, потом снова отвергают, говорят, это невозможно, такого не может быть. А в итоге признают чуть ли не шедевром, это придает уверенности. В общем, для меня история этого фильма стала долгим и серьезным уроком. Ну, будем надеяться, что зрители канала «Культура» переживут показ «Ночного портье». Спасибо. Он сделает их сильнее. Спасибо, что пришли. И вам большое спасибо. У нас в гостях была Шарлотта Рэмплинг, исполнительница главной роли в скандально знаменитом фильме Лилиана Кавани «Ночной портье». И я думаю, что просмотр этот, безусловно, будет шокирующим, но полезным для знакомства не только с историческим периодом, но и с осмыслением человеческих чувств, поставленных в крайне экстремальные ситуации. Желаю вам интересного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин